здравствуйте сегодня мы с вами нарисуем котенка естественно начинаем мы с круга и на этот круг навешиваем уже всю мордашку добавляем туда идея шорстка где лапка будет расти и ушко а затем мы сразу же сделаем под малю благодаря кружочку и того что мы навешали на кружочек мы сделали компоновку что самое важное для картины потому что от этого зависит вся гармония композиции компоновка это почти что 90 процентов успеха всей работы сделав под малю первый же слой который как цемент скрепляет между собой холст и краску мы сразу же намечаем свет и тень и отделяем нашу голову от тела с помощью различных оттенков и таким образом потихоньку начинаем прорабатывать и уплотнять то есть мы добавляем массу и не забываем конечно про детали про язычок про то что здесь тень более темный также просвет свет который падает и цвет сам самого меха и мы должны гладить гладить нашего котенка все время почему потому что мы должны идти по форме и каждый наш мазочек в итоге превратится шерсть и для этого мы должны все время поглаживать поглаживать его шерстку и таким образом мы как колдуны создадим ее и сразу для себя опять же помню показываем левую светлые места где будут темные для того чтобы потом они путаться также и с ротиком мы для себя должны показать что он более темный и использовать именно такого цвета розовый холодный не тепло красный то что теплым красным мы не сможем достичь этого именно цвета и не забываем смотреть всегда обобщенно в любом случае мы должны всегда отходить из своих работ смотреть со стороны как это все выглядит и желательно сразу же закончить фон для того чтобы нам легче было работать с шерстью нам очень важно закончить фон чтобы потом вы не обводили не доделывали фон в конце тем более на коте это пускать своеобразное самоубийство то что будешь мучиться париться как не знаю кто поэтому мы доделаем фон и уже дальше прорабатываем нашего котенка и самое главное идем по форме по форме кота чтобы создать эту шерсть и также объем помимо света тени объем создаем через того что мы гладим по форме таким образом мы создаем шарообразные формы наоборот более более квадратные и не забываем про детали так как у нас уже фон есть мы можем показать в некоторых местах шерстку где она и как она красиво выпирает на темный фон и это смотрится уже не аппликация а именно связано связано и с фоном со всем миром почему потому что мы сначала сделали фон и опять же не забываем про детали мы должны всегда работать обобщенно но при этом от обобщение переходили детализации от обобщения переходить детализации то есть мы сделали фундамент и на него ставим стены в конце уже будем даже декорировать их и сразу не забываем также и про объем почему бы световое пятно далее и не только пробьем счетчик но и внутри мы должны показать внутри пространство для этого мы должны его немного затемнить сделать темным некоторых местах блики добавить таким образом мы сможем показать все внутреннее пространство и прорабатываем язычок не забываем что у них тоже есть губки маленькие тоненькие но они есть и на язычке есть некий холодный слонами лед который мы тоже потихоньку будем прорабатывать и возвращаемся к шорстке мы не можем с угла в угол работать мы должны везде гармонично дополнять сделали в одном углу делаем другому в одной части картины переходим в другую часть картины всегда не забываем не про что природа не растет от угла к углу все постепенно гармонично вырастает также у нас тут на работе должно быть мы создаем этого кота он должен быть для нас живым и поэтому мы также гармонично прорабатываю и добавляем легкие детали дополняем с помощью света с помощью белых каких-то оттенков и видим что мы идем по форме когда мы идем по форме у нас получается вот такая шостка или мы работаем ее кончиком и работаем уже более средней кисточкой и доработав все детали мы берем самую тонкую кисть которая у нас есть 20 30 и дорабатываем ей ему усики усы мы помним что они растут с разных с разных мест в разные стороны есть еще и брови и добавляем мы это не мультяшный котик чтобы не было три усинки одинаково и в конце мы ставим точку с помощью подписи если мы не поставим подпись это не уважение сама картине в любом случае мы должны поставить подпись хотя бы сзади но да и вот мы считаю уже закончили нашего кота знаете работая над ними я заметил то что он мне напоминает не только зевающего кота который но еще и певца напишите пожалуйста в комментариях кого вы видите как вам кажется он зевает или поет а так у нас получился вот такой вот замечательный котенок уберем скотч и посмотрим что же получилось спасибо вам всем большое за просмотр ставим лайки пишем комментарии подписываемся всего вам доброго